привет всем изолани друзья мы в центре сегодня понедельник время пол третьего пока рома выбрался на пляж леопатры блин солнце почему-то скрылось за какими-то или тучками то ли облаками в принципе в этом нет ничего удивительного потому что мы завтра ждем дождики может конечно что-то еще изменится до завтра но пока нарисованы дожди джима пазары это район где был пятничный рынок центр по сути алании идем пройдемся немножко по главной улице ведь и людей много кто-то идет в куртках с воротниками из меха кто-то как я в шортах я правда одета на мне на футболке еще даже местного шорпа пошел парень вот женщина в мехах на футболке у меня куртка сенья расстегнута на и шортах и вот солнышко сейчас выходило очень тепло на солнышке можно наверно сказать что было градусов 20 может даже чуть побольше а вот в тени 17 18 но сама утра сегодня было принципе солнце и она вот только только с полчаса назад начало прятаться от нас где реально очень много по этой стороне идем там еще больше я ушел стой стороны улицы там еще больше людей дюна клеопатра надеюсь и не разбежались еще там а я вам смогу показать несколько человек который был купаться до около 19 градусов там человек один прикалывается каждый два дня задает вопрос можно ли еще купаться я раз написал что не знаю как на него ответить он опять написал мне то есть я реально не знаю как на него ответить потому что не пойму что вы спрашиваете у каждого по ощущениям свои ощущения и для кого-то 19 вода очень холодная для кого-то это обычная теплая вода тем более я все озвучиваю то что ждет вас после моря когда выйдет температура воздуха все 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 я рассказываю это вообще и делаю видео прошибать и интересные моменты рассказывать о том что нет горячей воды как бы только то что в баках или надо нагревать и тут же под этим же видео вопрос так я не понял что воды централизованная горячая вообще нет подачи вот как реагировать на такие комменты то есть от снимаешь курс валют рассказываешь да что он покупает доллар по 8 820 что там непонятный курс и тут же сразу вопрос под этим видео так я не понял а почем доллар покупает там или почем рубль стою друзья все нарушают стою жду с вами зеленый что могу нарушать эти машины отсюда поехали отказался никого нет я даже не подозревал что ничего справа начнут у рулю что не просто так горят красным светофор и надо ждать вайкики вышла уже прогулочка пару дней назад возможно как я прошелся от вайкики до вайкики сейчас ну собственно сейчас мы не дошли буквально три минуты давайте начали почти с того вайкики три минутки там было до него и вот он вам второй вайкики немножко потеплело в квартирах за последние пару дней потому что у нас уже вторая половина января можно сказать что январь проходит нормально нету диких штормов ветров целыми днями ливни с утра до вечера круглосуточно пока все хорошо надеюсь так и будет но февраль я ожидаю как всегда что он будет минимум полмесяца теплой ну и как всегда ожидаю холодного марта который для меня самый холодный месяц в алании хотелось бы сказать из всех зимних но он уже весенний сейчас солнышко может вернуться сразу на 4 на 5 градусов по ощущениям будет теплей на солнце будет даже жарковато здесь до клеопатри щекоток 10 не меньше солнышко к нам вернется это очень очень много людей гуляет и турецкие люди иностранные очень много не геррики он все дружно ходят на красный удивительно машина еще даже пропускает зебра нарисована красным горит свет так я прошелся бы туда мы бы быстрее пришли на клеопатри он давайте чуть-чуть проведу вас все-таки эту улицу кто из вас хочет что-то увидеть не знаю дай доли до макдональдса немножко еще пройдем по этой улице окей то мамка говорят турки что ж мне не везет поймал я все красные светофоры неправильно у меня скорость видимо движение вылавля ну смотрите заодно как много машины это учтите зима это совсем не сезон а машин друзья люди культурно останавливаться пойдем мы мы остановился молодец хотя у него зеленый света у нас красный о лыжи стою на асфальте я в лыжи обутый вы же не едут или я в алании друзья так кого малыша или этого дядьку давайте посчитаем итак на нем одета около пяти тысяч лир кто не понимает там внизу ценники со всеми вещами и ценами а то может кто-то не поймет когда так останавливаюсь и потом говорю он сколько на нем одета может кто-то думает что ясновидящий нет ясновидящий только по погоде то не ясновидящий а ощущающий погоду в реальности отличие от многих здесь живущих которых у которых не бывает не вода теплее 28 в разгар сезона не температура зимой выше 19 и так так что то вы знаете прям прохладно хочется немножко курточку застегнуть все-таки до 17 это не 20 солнца нет совсем я так хочу его все-таки увидеть еще чувствовал что надо выходить раньше но получилось продолжает кашлят вся алания но уже чуть поменьше так судя по ощущениям что еще дня три назад вообще жизнь была кашля реально второй очень много экс-ссссеровцев по улицам ходить давно цену не смотрел на аренду квартир надо сделать видео полазит по сайта что случилось у нас аренды после нового года, но уже все, что можно, наверное, раздали арендодатели. Опа, мы дошли до Макдональдса. Теперь уже вы не обидитесь на меня, кто хотел. Увидеть Макдональдса. Совсем чуть-чуть осталось до пляжа Дамлаташ. Может быть и возьму вас с собой. Если нет, то будет отдельное видео. Так, не хочу солнышко все-таки. Я не верю, что оно не будет. Макдональдса немного людей сейчас. Кофе 25 и 33 лирок, потому что не успел видеть. Да-да-да, знаю, многие его любят и с ним фоткаются. Смотрите, друзья, кунхватик. Он там растет на кустиках, которые купить можно прямо в горшочке. Вот он. Видео, какая красота. Чего тут только нету. Ух ты, какой-то интересный. Нету не кактус, он с красным наконечником. Смотрите, какой интересный цветок. Как больно. Все формы разновидности. Отразнилась 10 евро теплой брюнки. Так. Можно уже где-нибудь завернуть налево. Магазин Цивил или Дживилл, если по-турецки читать. Не знаю, как правильно. Только открылся, видимо, шарики висят. Там я вижу, так, детская одежда на витринах. Не знаю, есть ли там что-то еще. Вижу детскую одежду. Может, это бренд какой-то, я не знаю. Банки, банки, банки. Банки всегда стоят очереди. Как-то вот у них вроде все как бы продумано. Номеровочки берешь там. Все удобно, понятно. Но вот почему-то в банках, если надо попасть, решить какой-то вопрос, то сидишь оба 15 евро, цена как на рынке. Сидишь обычно в банке, ну, минут 40 как минимум. Пока дойдет очередь. Люди есть всегда, что самое интересное, в какое бы время я ни пошел. Так, Вильнюс, 3000... Да ладно, ого, как много. Привет, Вильнюс. Пят раз привет. Прага, 2821. Вильнюс, 3116. Я так и не сказал. Варшава, 3022. Барселона, 3767. Москва, 3089. Нью-Дели, 5913. Хельсинки, 3370. Братислава, 2350. Таллин, 3282. Берлин, 3051. Так, что еще есть? Сломоба, 3370. Прага, 2821. Астана, 4954. Ого! Ого-го! Нью-Дели. Астана у нас тут самые дальние. Получается. Так, ну что, где завернуть? Ну, окей, тут уже можно срезать кусочек. Давайте заворачиваем, идем. Встречу солнцу, которое, я надеюсь, сейчас выйдет все-таки. Друзья, видео, напоминаю, выходит у нас в основном задержкой 2-3 дня. Я думаю, что ничего страшного в этом нету, потому что какая разница. Ну, то, что о погоде, маленькие включения, они день в день могут выходить. А так, длинные прогулки, я думаю, вам не важно, когда вы смотрите сегодняшнюю прогулку. Главное, что не через год, не через месяц. Такая особенность YouTube сейчас, как бы у меня. Поэтому в основном длинные все видео. Ну, и особенность интернета, который тут, сказать ужасно, ничего не сказать. Что-то шарит в интернете, я уже вешал в сообществе картинки со скоростью. Скорость загрузки, выгрузки, вернее, как бы. Уплоуд от 2,5 до 5, в лучшем случае. Так что, сами понимаете, кто понимает, о чем я. Так, а вот у меня что-то такое впечатление, что я по этой улице вообще первый раз. Как так может быть? Либо давно по ней не ходил, если не первый раз. Украина, привет. Флаг. Наши люди живут там. Часто можно увидеть, кстати, флаги не только Украины, в принципе. А вот когда живут люди. Они часто довольно вывешивают флаги своей страны на балконах. Как и турки вывешивают, турецкие флаги. Так, что-то мне все больше хочется застегнуться, блин. Что ж такое? Камень какой-то в кроссовке, где-то надо присесть. Он будет проситься. Абрикосный номер. Давай смотрим, да. Кто там? У меня же есть люди, которые смотрят с Америки. Скажите, у вас на самом деле вот такие вот цветные веселые номера? Вот как вы поняли, о чем я. То есть разноцветные такие там еще. И пальмочки могут быть нарисованы, еще что-то. Или это как идет, как дополнительный какой-то номер любительский. Тут постоянно вижу американские вот такие номера. Прям веселье так и прет. Разноцветные все. Реально не помню, что я ходил по этой улице. Именно по этой. По соседним ходил, наверное. Вот именно по этой. Не помню. Тут у нас... Тут у нас, тут у нас может почти выше. Амлаташи это радует. Не радует только, что... Мне хочется застегнуться, а нет, солнышко до сих пор. Вот что не радует. Как обидно, когда они превращаются вот в такое. Согласитесь, это ужасно выглядит, да? Так и жалко. Ну, они радуют нас. Радуют всю зиму. Я обожаю, когда идешь, и они висят всю зиму. До самой весны. Да, есть на канале видео. Где-то месяц назад, наверное, в начале декабря я пробовал. Дикую. Дикую-придикую апельсинку. Вот этот песик, друзья, он потерялся. Он одетый в этом. Я уже видел в соцсетях, короче, его... Ну, фотка. У него одета так, что он не может это снять. То есть у него реально там... Этот... Полностью с лапами. То есть его видят уна-то тюрка, А то здесь он такой красивый. Комбинезончик. И, короче, он ходит без хозяина. Я не знаю. Котик, давайте поездим. Ты такой... О, да. Привет. Давай, сейчас. Ну, это... Получается, ходит уже недели... Как бы не три недели, наверное, уже он ходит. И без хозяина в этом комбинезончике бегает. И по соцсетям вешают фотки. Я не могу понять, почему хозяин то ли не сидит в соцсетях наших, то ли почему его не могут до сих пор найти. Я не могу понять, короче. Представляете, он одет и бегает все время. Не знаю, где он ночует. То есть там именно лапки продеты. Не то-то бывают такие комбинезоны, которые как бы застегиваются и снимаются легко. А это полностью у него. Передние, задние лапки. Все. Все продето, надето. И он у него... Ну, комбинезон ему не мешает, в принципе. Наоборот, ему ночевать хорошо, наверное, тепло. И просто жалко, что он бегает уже столько. И постоянно его видят. То перед машинами перебегающим, то еще где-то. Я его уже вижу раз, третий или четвертый. Он тоже гуляет по центру, получается, отсюда. Он идет по этой дороге туда, в сторону Красной башни. Памятника от Ататюрка. Вот это вот его. Ну, короче, центровые места. Ну, Херсончик, привет, Херсончик. Шерлок Холмс. На вынос. Так, друзья, и, наверное, отсутствие солнца тут, скорее всего, разогнало всех загорающих, вообще всех. Я был тут дня три назад. Или дня два назад. Люди было очень много. Тогда, по-моему, или выходной был. Наверное, в субботу даже был здесь. Сейчас. Я уже могу сказать, что людей будет немного на пляже. Хотя солнце сейчас выйдет. Сейчас выйдет, я был прав, я уже вижу, что оно вот-вот-вот. Вот-вот уже появится сейчас. Фуникулер теперь работает. Как-то тут пустынно. Туда я наблюдаю полные кабинки. Назад то, что я вижу. Пустынно вроде как. Туда все вроде как полные идут. Сейчас посмотрим, что там на пляже. Я думаю, если солнце вот прям сейчас выйдет, то люди еще появятся. Вот, можно даже купаться начнут те, кто где-то здесь сидит сейчас на лавочках. Вот цветочек рыженький сидит. Красавчик. Привет. Привет. Ты начальный здесь? Директор. Как вас красиво. Да. Да кушать у тебя есть, я даже не предлагаю. Или он сказал, давай деньги за съемку. Так, где-то снимал так уж. Или не любит сниматься. Солнышко есть там, где-то вдалеке. Море освещается. Сейчас я надеюсь, она здесь паять. Потому что мне хочется согреться и обогреться солнцем. Куртку я так и не застегнул. Я иду, в принципе, нормально. Мне местами даже слегка жарковато. Ну, вон люди есть. В плавках есть загорающие. Но немного. Так, здесь сейчас будет точно потеплее. Надеюсь, ни бы ветра не было. Лишь бы не было ветра. Домлотаж, наверное, праймберского веселого. Тоже лавочки все заняты. Она все тепло одета и как-то сидят на лавочках. В кафешке в этой столько людей было. В субботу вообще. Она переполнена была. Ну, друзья, я купающихся как-то и не вижу, вы знаете. И загорающих почти нет, конечно. Если бы я пришел часа два назад сюда, когда светило реально солнце, и было выше 20, уж точно на солнце, то, я думаю, людей было-то больше загорающих и купающихся. Ну, вот видите, она чем закрывается. Сейчас они вот эти пройдут облачка, а я думаю, что она выйдет еще. Хочет увидеть максимум людей, здесь надо приходить в субботу. Часа три сейчас, наверное, сейчас скажу. 308. Еще. Людей много стоит в очереди. Делаем купающийся. Не знаю, погулять снимать еще сегодня. Я здесь ее просто погуляю спокойно, без камеры. Солнышко появится. Еще чуть-чуть, может быть, поснимаю, конечно. Если купающиеся появятся у нас вместе с солнышком. Давайте чуть до моря вас дает и попрощаемся. Не забывайте про лайки, не забывайте подписываться, кто не подписан. Реальная ланя моими глазами в ежедневные видео. Без кривляний, без говорящей головы, без понтов, без пафоса. Все как есть. Как вижу, это я. Солнце, выйди. Выйди, я тебя прошу. Видите, тут уже люди просто поуходили, потому что оно свежо, свежо, без солнышка. Я уверен, что они тут многие загорали и купались даже. Сейчас вот. Море потрясающе красивое. Купающихся нет. Сами видите. Я ждал, Млаташ. А, вон человек один купается, а второй в воду заходит. Но я приблизить не могу, я на экшен. А вон котик загорает. Можно его вам показать. Котик, можно у вас интервью взять о погоде? И о ваших ощущениях? Товарищ котик. Ты красавчик ты. Красивый. Да, да. А ты кушать больше, нет? Дать тебе полезть. Ой, человек поплыл. Я представляю, когда он выйдет с воды, мне прохладно становится. Я представляю, что он будет чувствовать, потому что свежо. Вот, сейчас выйдет, 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 выйдет солнышко. Я верю вот. Так вот. Смотрите. Сейчас вот, мне кажется, ну должно оно появиться. Не может его не быть до заката, до самого будет оно. Ну и уже на канале видео, как я ходил здесь. Сегодня, получается, понедельник. По-моему, в субботу я здесь был, или в пятницу, я не знаю. Ну, людей очень много было. Сейчас тут пляж почти пустой, можно сказать. Вот это были толпы людей тогда. Еще к морю хотите ближе. Окей. Такая довольно длинная прогулочка получилась. Полчаса, я думаю, мы с вами прошли. Нормально. Наверное, вам понравилось. Всем привет, кто приезжает, тепла вам. Всем привет, у кого сейчас минус 20, минус 30, минус 40, минус 60, минус, как вы там живете. Не знаю. Красота. Да, люди уходят. Он, я смотрел, больших семей, парочку. Они по-любому купались, наверное. Просто, что солнышко, наверное, ждали, ждали. Его нет, и люди уже собираются. Время еще как бы раннее. Ну, как раннее. Еще есть, есть время до заката. Если солнце сейчас появится, совсем изменится температура, воздуха станет тепло и комфортно. И люди, я думаю, еще появятся здесь. Тогда я вам обязательно покажу еще. Ну, а пока давайте прощаться, потому что так это видео у меня будет очень-очень долго загружаться. Пляж Дамлаташ, пляж Клеопатра, Алания. Я не помню, какое сегодня число, потом напишу. В описании под видео. Котик покушал, подтягивается и будет дальше спать сейчас. Ну что, друзья, пока. Полминутки моря, вам я выключаюсь. Какие-то не хочется этого делать. Продолжение следует...